Он нервно мерил шагами небольшую кухоньку, потирал руки, переставлял сахарницу на столе. Назрел серьезный разговор. Так больше продолжаться не может. Они чужие друг другу, и пора поставить точку в этих опостылевших отношениях. Поля, конечно, будет плакать, уговаривать его остаться. Будет обещать, что все наладится, что у всех бывают трудности. Но он-то точно знает, что их семейная жизнь дала трещину, и спасать ее бесполезно. Во входной двери заскрежетал ключ. Леонид весь подобрался, как для прыжка в холодную воду, и пошел встречать супругу. Полина зашла в квартиру и присела на маленькую тумбочку в прихожей. Скинула эти ужасные новые туфли, которые весь день причиняли ей страдания. Потерла уставшие ноги. Она работала консультантом в магазине одежды. Народу сегодня, как назло, была толпа. Всем принеси, подай, размер поменяй. Солнышко выглянуло на улицы, и сразу появилась жажда перемен. Одни любовь ищут, другие платья. «Привет!» «Устала?» «Ага. Сумасшедший день. Все как с цепи сорвались. Не присела ни на секундочку». Устала выдохнула женщина. «Понятно. Ужинать скоро будем. Мужчина решил подождать, пока жена чуть отойдет от работы, а уж потом переходить к главному. Полина кивнула и нехотя побрела в сторону кухни. Еще через двадцать минут там уже все шкварчало и пыхтело, наполняя квартиру аппетитными запахами. «Может, поесть сначала, а потом уже сказать?» Размышлял Леня про себя. «Нет, нельзя затягивать. Поешь. Потом полежать захочется. Потом вздремнуть. Так день за днем и остаешься рабом желудка». Он набрал в грудь побольше воздуха, откашлялся. «Полина, есть важный разговор». Жена повернула голову, глянула на него без особого интереса, не переставая чистить морковку. «Давай разойдемся. Так больше жить нельзя. Мы стали как соседи. Никакой искры, никакого уважения. Я уж про любовь не говорю. Быт уничтожил нас. Ты меня не понимаешь и не ценишь. Не даешь мне развиваться. Крылья подрезаешь своей приземленностью. И эти постоянные требования денег. А я ведь артист. Я не могу на заказ. В общем, не готов с таким мириться». Это были не те слова, что он приготовил, но экспромт даже лучше. Поля машинально продолжала скрести морковь, хотя та была уже чистая. Потом резким жестом отбросила ее в сторону. «Сейчас начнется». «А давай», — вдруг задумчиво проговорила она, развязывая фартук. Ловким движением выключила все конфорки на плите и закрыла кран. «В баню этот быт, уничтожающий все живое». Леня опешил. Разговор пошел по другому сценарию. «Как теперь уговаривать ее не переживать, не лить слезы, когда она, похоже, и не собирается этого делать?» Женщина тем временем поставила чашку под кофемашину, отрезала себе кусочек сыра, достала из шкафа печенье. «Полин, я все понимаю, у тебя шок. Ты не готовилась к такому. Ну скажи же, что ты тоже замечала охлаждение между нами. Даже ужины стала готовить без души. Механически, что ли?» «Ага, без души», — повторила за ним жена и села с чашкой за стол. Разговор явно не клеился. «Поль, не молчи. Нам еще нужно что-то решить, как бы с квартирой, ну и прочим добром». «Да?» «А я думала, что тебе так невмоготу, быт этот без вдохновения, жена хабалка, что готов бросить все и бежать не оглядываясь. А нет, ничего земное не чуждо хрупкой душе артиста», — саркастически отреагировала женщина. «Я серьезно вообще-то, а от тебя слово «артист» звучит, как ругательство», — обиделся Леонид. «Ну, давай серьезно. Ипотеку платить еще лет семь, точно не помню. Ты готов? Тогда отдавай мне половину того, что уже внесли, и я с удовольствием переберусь к отцу. Он давно меня зовет, тяжело ему одному, старенький уже. Что еще хочешь? Кастрюльку, сковородочку. Уступлю в полцены». «Какая же ты все-таки меркантильная», — с сожалением бросил Леонид. Он как-то упустил из вида, что за квартиру еще кредит не выплачен. Сам он мечтал реализоваться в творчестве, точнее, в кино. Все свое свободное время посвящал хождению по кастингам на различные ток-шоу и сериалы. Но пока его карьера в кино не сложилась, подрабатывал охранником в торговом центре. Все нехитрые заработки передавал жене, а она уже планировала, что и куда. Слово «ипотека» коробило его сознание. От него веяло кабалой. К тому же накоплений у него нет, а эта жадная женщина требует денег и немалых. Лучше уж пожить с мамой, временно. А когда он станет знаменитым, то приобретет себе такую недвижимость, что у Полины глаза вылезут из орбит, пожалеет, что так с ним обошлась. «Полина, можешь оставить квартиру себе». Он эффектно махнул рукой в воздухе, словно подарил ей Синайский полуостров и горностаевую мантию в придачу. «И с деньгами не тороплю, выплатишь как сможешь. Я же не чудовище», – заключил он. «Хорошо», – кротко ответила жена. «Нашел уже кого-то?» «Это не имеет значения», – философски изрек Леня. «Пусть думает, что за ним очередь стоит». Он вышел из кухни в смешанных чувствах. С одной стороны, довольный, что так быстро и безболезненно добился своего. С другой – обескураженный, что она так легко его отпустила. Видать, не любит совсем. Значит, все правильно он делает. Мысленно похвалив себя за смелость, Леонид принялся собирать вещи. «Вперед, в новую свободную жизнь». Полгода спустя Леня стоял перед знакомой дверью и не решался позвонить, нервничал. Он впервые пришел сюда с момента их расставания. Пришел как гость. За это время много воды утекло. Оказалось, что все женщины примерно одинаковы. И самая требовательная из всех – его мать. Поля, по сравнению с ней, оказалась ангелом во плоти. С первого дня его переезда мама ни на секунду не давала расслабиться. Сначала ругала за ссору с женой, потом стала требовать, чтобы сын нашел более денежную работу. А еще, чтобы помогал ей по хозяйству. Закатила сцену, когда он привел домой симпатичную официантку. Нет, Полина тоже такого не позволяла. Но от матери он ожидал больше терпимости. Вишенкой на торте стали ее постоянные разговоры о том, что ему нужно решить вопрос с жильем и съехать, так как он уже взрослый и не должен жить с родителями. Леонид заподозрил, что у мамочки кто-то есть, и он просто ей мешает. Высказал свое предположение вслух в нелестной форме. Разразился скандал. Он узнал о себе много нового и понял, что мать тоже не верит в его блестящее будущее в киноиндустрии. На душе стало совсем паршиво. И тут позвонила Поля. Предложила отдать всю сумму сразу и закрыть тему с общей недвижимостью. А также, наконец, оформить развод. До сих пор обижается, наверное. Леня домал всю ночь и понял, что лучшей женщины ему не найти. Сегодня он приготовился преподнести любимый сюрприз. Развод отменяется, как и раздел имущества. Он готов признать свою вину. И деньги теперь они смогут потратить на что-то приятное. Может, на море рванут на недельку. Или еще чего. Какая ж полька домовитая. Заработала. Скопила. Вот такая ему и нужна. Что все копеечка к копеечке. А то у него зарплата заканчивается на пятый день. Вроде потратил по мелочи. А денег нет. Он помялся с ноги на ногу. И ткнул пальцем в звонок. Дверь распахнулась. Привет. Проходи. Кивнула женщина. Леонид отметил, что она выглядит прекрасно. Или он просто соскучился. Он по-хозяйски прошел в кухню и обомлел. Возле плиты какой-то мужик в спортивных штанах с голым торсом жарил мясо. «Ты кто?» Срывающимся голосом спросил Леонид. «Макс?» Просто ответил мужик, не удостоив гостя даже взглядом. На столе аккуратной стопочкой были сложены деньги. «Поль, пошли поговорим!» Жалобно протянул Леня. «Это кто?» Накинулся он на жену, едва они зашли в комнату. «Макс?» «Я это уже понял, что он тут делает?» «Ужин готовит». «А я?» «А ты ушел?» Вот и все. Говорить было больше нечего. Свято место пусто не бывает. «А если я вернусь?» «Все же попробовал Леонид. Куда?» «Место занято. У Макса крыльев нет, и моя приземленность его не беспокоит. Наоборот, он хочет общих детей и дачу. Мы поженимся, как только штамп поставят о разводе». «А ты?» «И я?» «Просто ответила женщина». «А я?» «Чуть взвыл мужчина». Он три раза отрепетировал дома перед зеркалом слова покаяния, страдальческий взгляд и скупую мужскую слезу. И ничего не пригодилось. «Но чем он лучше?» «Лень, как ты не понимаешь?» «Ты все время кормил меня обещаниями, а он ужинами. Чувствуешь разницу?»